МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома». Информационно-правовые семинары «Мой дом» и индивидуальные консультации помогают в решении актуальных вопросов ЖКХ. В диалоге обучения участвуют собственники многоквартирных домов, председатели Советов МКД, председатели ТОС-ТСЖ. Напомним, проект запущен в 2021 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Одним из главных направлений проекта «Мой дом» стало консультирование и обучение актива домов экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, формированию правильных договорных отношений с управляющими компаниями и другими поставщиками услуг подрядчиками. Сейчас ведется активная работа по внедрению в регионе новой мобильной платформы госуслуги «Дом». Мобильное приложение работает уже во всех регионах России. Преимущества и возможности приложения, а также о семинарах «Мой дом» я говорю сегодня с моими гостями в студии. Сергей Александрович Мухранов, заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ, Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа «Самара» и Дмитрий Анатольевич Медведев, начальник отдела аналитики и делопроизводства Государственной жилищной инспекции Самарской области. Здравствуйте, уважаемые области. Здравствуйте. Добрый день. Да, ну что же, замечательно, что мы с вами вновь поднимаем эту тему. Очень она, конечно, важна и актуальна для жителей нашего города. И первый мой вопрос. Давайте вернемся немножечко назад. К 2021 году, Дмитрий Анатольевич, первый вопрос к вам. Какие темы рассматривались на обучающих семинарах, тренингах, вот как раз проходивших в рамках проекта «Мой дом»? Ну, начиная с 2021 года и весь 22-й, основными темами семинаров были это Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, сокращенно ГИРЖКХ. Это также рассматривался закон об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области. Ну и немаловажно сказать, что председатели советов многоквартирных домов делились лучшими практиками, положительным опытом по взаимодействию с управляющими компаниями, с управляющими организациями. Но вот вы видите такую динамику и тенденцию к повышению интереса граждан как раз к этим семинарам. Потому что вот если даже вспомнить, как все начиналось, а вы наверняка присутствовали на этих семинарах, видели, сколько председателей приходил и проявлял интерес. Сейчас вот это вот прям полноценные семинары проходят. Я в последний раз была, так как говорится, яблоку было негде упасть. Нет, конечно, потому что, конечно, безусловно, во-первых, повышается правовая грамотность граждан, председатели, они же доносят информацию до граждан. Ведь что работа в системе, что вообще знание номинальных моментов, то, что связано с нашим домом, это же мы руководим нашим домом, по сути, только руками управляющей организации за наши деньги. Поэтому чем больше мы преподносим информацию, и чем больше председатели отдают ее гражданам, тем сплоченнее управление домом осуществляется. Да, я думаю, что вы согласитесь, да, с Дмитрием Анатольевичем. Как вы считаете, Сергей Александрович, вот действительно повышается в разы посредством этих семинаров правовая грамотность населения? Безусловно. Здесь, с одной стороны, смотрите, когда рекомендую жителям посчитать какой-либо закон, отнести ссылку на нормативно-правовую базу, и другое дело узнать из уст людей, которые на практике ведут данного рода деятельность и объясняют буквально на пальцах, как что происходит. Как все устроено, куда, как здесь требуют оформить, куда нужно обратиться. Более того, раздается и раздаточный материал. Это банки протоколов, где уже, соответственно, можно сразу с ним ознакомиться и сразу задать вопрос. Где что непонятно, к чему делить внимание, где усилиться. И в данном случае жителям, конечно, это помогает. В первую очередь выстроить правильную работу и коммуникации со своей обслуживающей организацией. Что в большей степени интересует каждого из нас, как жителя своей квартиры, это чтобы правильно реагировали на наши заявки, делали текущий ремонт тот, который мы хотим. А не хочет управляющая компания где-то что-то сделать, чтобы списались деньги, а жители хотят совершенно абсолютно другого. Нет, надо это все документировать, правильно использовать все рычаги, законодательно все предусмотрено, просто нужно правильно пользоваться. Ну вот чему посвящен новый этап обучающей программы для председателей Совета МКД, ТСЖ, ЖСК и ТСН? Скажите, вот какие темы будут рассматриваться на ближайших семинарах, и вообще как это происходит? Кем и когда выбираются вот именно эти новые направления, чтобы внедрить их в массу? Ну, выбираются направления наиболее актуальные. В текущем году, я думаю, будет в большей степени уделено внимание вопросам, это участие собственников в содержании территорий, это как раз таки та программа, о которой сказали госуслуги ДОМ, которая начинает повсеместно внедряться, является очень актуальной. И не менее актуальная тема безопасности эксплуатирования внутридомового, внутриквартирного газового оборудования. Сейчас данная тема, я думаю, в большей степени актуальна в связи с последними изменениями в законодательстве, которые произошли в сентябре месяце, которые предусматривают необходимость и обязанность заключения договоров на внутридомовое и внутриквартирное обслуживание газового оборудования с газораспределительной организацией. Сразу раскрою с зрителем вопрос того, что такое газораспределительная организация. Это, по сути своей, газовая организация, сети которой подведены к дому. А может быть иначе? Простите, пожалуйста. Есть, грубо говоря, ситуации, когда к сети одной организации подходят к дому, а совершенно другая организация обслуживает внутри дома. И, собственно говоря, здесь все связано с безопасностью. То есть, какая-либо несогласованность действий между этими двумя организациями может привести к каким-либо негативным последствиям. Чтобы этого миновать, я так предполагаю, что законодатель пошел по тому пути, чтобы одна организация сразу проследила весь процесс от всех внешних сетей до непосредственно уже крана, чтобы убедиться, что везде все безопасно и эксплуатируется надлежащим опытом. Поэтому и неоднократно в администрации города собирали мы и у директоров обслуживающих организаций управляющих компаний, и председателей ТСЖ ЖСК районов, где разъясняли о необходимости оперативно провести работу по перезаключению договоров с газораспределительными организациями. В случае, если действия эти не будут предприняты, не осуществлены до 31 декабря, то может в данный процесс уже включится и государственная жилищная инспекция с штрафными санкциями, и может появляется право газовиков ограничить подачу газа. Спасибо. Мы обязательно продолжим. Дмитрий Анатольевич, скажите, вот на семинарах присутствуют эксперты с разных областей и ведомств. Специалисты ГЖИ, к примеру, но постоянные участники семинаров. Скажите, пожалуйста, с какими вопросами в основном к вам обращаются и самое главное, расскажите, пожалуйста, на основе реальных примеров, какая помощь была оказана. за прошедший период, когда знакомили с системой ГЖКХ, это основная часть вопросов, конечно, по работе в системе. То есть, здесь приходилось прямо вживую на семинарах путем подключения компьютера к большому экрану показывать, где что найти, как посмотреть. Опять же, немаловажным вопросом было, особенно для взрослого поколения, более взрослого, это регистрация в личном кабинете в системе. То есть, она не составляет проблем, но, тем не менее, для пожилого человека это довольно-таки проблематично возникает. Вот, это основные моменты. Также были вопросы по взаимодействию через систему с управляющими организациями и вообще с другими иными участниками рынка ГЖКХ. Ведь в системе размещается информация не только управляющими организациями, но и ресурсоснабжающими. То есть, самый, скажем так, распространенный вопрос это как оперативно найти информацию о аварийной диспетчинге к службе. Ну, у нас на болевши, там, пришел домой, воду отключили, надо куда-то позвонить. Как позвонить, куда звонить, у некоторых почему-то такую панику вызывают элементарно. То есть, все это показывали, разъясняли, и для возрастной группы это очень было интересно. Кстати, как и для молодежи, потому что молодежь сейчас активно прямо внедряется вот это все информационное, электронное, то есть, ну, все же с гаджетами сейчас, то есть, вот, ну и освещались изменения в законодательстве, то есть, появляются какие-то нововведения в нормативных актах, мы их освещаем, соответственно, правоприменительная практика, она же появляется со временем, то есть, здесь регулируем эти моменты, то есть, объясняем, там, скажем так, компетенции органов надзора, контроля, то есть, порядок проведения проверок, то есть, ну, стараемся, как я уже говорил, повышать правовую грамотность. Сергей Александрович, возвращаясь к предыдущему вопросу, скажите, пожалуйста, как собственникам дома понять, что организации разные, которые обслуживают и которые подводят сети к дому? Ну, как понять, у них есть договор на обслуживание, куда они производят оплату за обслуживание внутриквартирного газооборудования, договор на обслуживание внутридомового газооборудования у управляющей компании. В данном случае, я здесь считаю, что и мы сделали акцент на том, флагманом здесь, чтобы выступили именно управляющие компании, есть два варианта развития событий. Первый вариант событий, что управляющая компания может ориентировать в общее собрание собственников жилья, где собственники дадут им право заключить управляющую компанию сразу на всех собственников, на всех квартирах. Прекрасный вариант. И второй вариант, Что, да, каждое соблюдение организации заключается с каждым собственником, каждому собственнику, сейчас как раз-таки, да, прорабатывались методики, как меминизировать очереди, это вот постоянные отрывы населения от производства, от работы, использования электронной почты, куда можно, все равно, конечно, этот процесс усложняет. В большей степени мы ориентировали как раз-таки на то, чтобы этого флагмана здесь выступали обслуживающие и управляющие компании. Сразу скажите, пожалуйста, коротко, при заключении договор влечет ли на себе какую-то финансовую нагрузку? Сейчас производится дополнительная выверка всех сумм по оплате. Ориентируем мы, чтобы как раз-таки изменения это не повлекло, но сейчас вот поручили как раз-таки газораспределительным организациям провести перерасчеты, чтобы нам подоставили конкретную информацию, чтобы в этом убедиться. Спасибо большое. Ну что же, говорим мы сегодня о семинарах «Мой дом» и очередной такой семинар прошел вот накануне в промышленном районе и в следующем нашем видеоматериале вот как раз рассказ, как прошел этот семинар. Давайте посмотрим все вместе. В промышленном районе Самары состоялся обучающий семинар «Мой дом» для председателей советов МКД, ТСЖ, ЖСК, ТСН и активных жителей. В семинарах участвуют представители госжилинспекции, администрации района, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Они отвечают на вопросы активных граждан, а вопросов всегда очень много. Это и поставка коммунальных ресурсов, и уборка придомовых территорий, ну и в том числе по работе системы ГИС, ЖКХ. Не менее 30-40 человек в день проведения семинара участвуют, с удовольствием приходят и получают необходимую информацию. Проект «Мой дом» был создан в 2021 году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Его активно поддерживает и развивает администрация города и глава Самары Елена Лапушкина. Ключевыми задачами обучающих семинаров являются повышение юридической грамотности собственников квартир и помощь в управлении домами. Как показывает практика, семинары, которые проводятся в рамках данного проекта, пользуются большой популярностью среди жителей многоквартирных домов. На таких семинарах им рассказывают не только о нюансах взаимодействия с управляющей компанией, ДСЖ, оформлении документов, проведении собраний собственников жилья, но и о такой замечательной электронной системе, как ГИС, ЖКХ. Эта система позволяет в электронном виде отслеживать задолженности, текущие платежи по коммунальным услугам, видеть всю информацию по своей квартире и по всему дому, в котором проживают граждане. Чтобы воспользоваться системой, нужно быть зарегистрированным на портале госуслуги. Старшие по домам и просто активные жители получают новые знания на семинарах, а потом делятся ими со своими соседями. У нас в доме много пожилых людей, которые и в принципе дойти не могут, и вопрос свой задать не могут. А тут много таких новых интересных электронных штук, как госуслуги дом, где в принципе можно, не выходя из дома, задать вопрос в администрацию и получить в принципе квалифицированный ответ. Среди вопросов, которые обсуждали в этот раз, не только использование приложения госуслуги дом, но также правила благоустройства и участие собственников зданий в содержании прилегающих территорий, а также безопасная эксплуатация газового оборудования. Подобные встречи проходят в каждом районе города еженедельно. Продолжаем наш разговор. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, Сергей Александрович, видите ли вы результаты совместной работы? Что мы видим? Во-первых, по результатам семинаров жители обращаются не только с разъяснениями и запросами, как работать в системе, как зарегистрироваться, но и взаимодействуя с системой, видя, сколько там и какая информация размещена, какая должна быть размещена, обращаются жалобами на работу УК. То есть также и посредством системы ГИЖИКХ. Вот, соответственно, инспекция... Уже, как минимум, обратная связь наложена, да? Да, конечно. И инспекция в соответствии с полномочиями, рассматривая эти обращения, проводит профилактические мероприятия, которые корректируют работу управляющих организаций, тем самым понижая недовольство граждан. Это важный момент, потому что меньшие бумаги, то есть система позволяет оперативно обращаться не только в органы надзора, там контроля, но и также напрямую в управляющую организацию. То есть мы считаем, что именно система позволяет быстрому взаимодействию нас жить как жителей-потребителей и поставщиков информации, поставщиков услуг. Государственная жилищная инспекция как быстро реагирует на обращения граждан? Вот сейчас, скоро начнется. Горячая пора, это расчистка снега, это очистка крыш, наледи, сосульки. Сейчас к вам, ну, буквально посыпется обращение от граждан. Вот как быстро оперативно. Да, и бывает такое, ну, периодичность она в любом времени года есть, и в любом времени года есть свои. Согласна, но зима все-таки, да? Да. Вот. Здесь, помимо рассмотрения обращения граждан, инспекции проходят и мониторинги, мониторинг обработки территории, там, это объезды, это выезды, это совместная работа с управляющими организациями, это рассылка предупреждений о недопущении, то есть допущении нарушений, там, объявляются предостережения, профилактические мероприятия. Здесь, скажем так, мы держим руку на пульсе, то есть не даем, стараемся не давать растягивать вот эти сроки рассмотрения, хотя непосредственно любое обращение, соответственно, с 59-м федеральным законом обращения граждан рассматривают в течение 30 дней, но инспекция в рамках своих действий старается это не допускать и максимально быстро рассматривает особенно горячие вопросы в горячую пору. Да. Сергей Александрович, ну, обращения от жителей поступают и в администрацию, конечно, и в ваше ведомство. Скажите, здесь какая помощь оказывается жителям Самары? Ну, наверное, соглашусь, Владимир Анатольевич, относительно того, что мы не ориентируемся на максимальный срок рассмотрения обращений, стараемся их отработать в кратчайший срок, но в первую очередь ориентируемся мы не на то, чтобы дождаться, когда придет обращение, а упреждение появления обращений в принципе. То есть здесь регулярные объезды территории, контроль с содержанием территории, контроль выхода техники, контроль выхода дворников. Контрольные мероприятия еще начинаются на этапе летнего периода проверки, сколько в наличии штата будет дворников, как подготовлена техника, смотр техники. То есть проведение вот этих мероприятий, в свою очередь, ориентировано на то, чтобы минимизировать появление вращений и обеспечить належащее качественное представление коммунальных услуг. Чтобы своевременно прочищали проезды, своевременно очищали кровли. Вот эти мероприятия, чтобы были регулярно проведены в свое время. То есть лучшее лечение заболеваний его профилактика? Безусловно. Да? Скажите, а как вы считаете, посредством семинаров «Мой дом» повышается личный статус активистов МКД? Кто мне ответит на этот вопрос? Ну, давайте я попробую ответить. Мне кажется, любой человек, который обладает знаниями более обширными, нежели основная масса жителей данного конкретного квартирного дома, у него будет определенный статус, к которому будут обращаться за советом. Когда старшие по домам и активные жители участвуют в программе «Мой дом», приходят, обучаются, расширяют свой кругозор, вникают в процессы, возникает возможность реально влиять на судьбу своего дома, реально участвовать во всех процессах, в большей степени даже включаться в коммуникации с управляющей компанией. И благодаря этому они реально могут влиять на судьбу дома, какие работы будут производить, что-то спланировать. Как раз-таки жители об этом знают прекрасно и уже, соответственно, надлежащим образом относятся к тому человеку, который смог выставить такого рода коммуникацию. Согласитесь? Да, безусловно, так и есть. Потому что любой председатель Совета МКД – это некий такой проводник между жителями всего дома и управляющей организацией, который старается чуть больше всегда знать и быть чуть впереди. Скажите, пожалуйста, а вам удавалось побывать на таких семинарах? Может быть, получилось так, что приходили? Какая полезная информация была лично для вас вынесена? Ну, несложно сказать, потому что я был участником семинара, я читал его. Поэтому мне сложно сказать со стороны. Единственное, что можно отметить? Можно отметить, что вот начиная с 2021 года постепенно нарастал интерес, и с каждым семинаром, прям вот, можно сказать, чуть ли не статистически, там росло количество вопросов. Причем вопросы становились более всесторонние и более углубленные. Вот, 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 и как раз и хотел это подметить. Да, то есть, если сначала там воспринималось, как, помните, первые банковские карты, что это такое, а также и система, и впоследствии уже люди задавали вопросы, вот, что в системе, в конкретном разделе, и как вот это посмотреть. То есть, это говорит о том, что интересуются, видят, пользуются, но это важно. То есть, это важно и для нас, как мы можем, значит, смогли преподнести эту информацию нужным образом, и также непосредственно для саморазвития жителей. Сергей Александрович, скажите, а вы установили себе на смартфон приложение госуслуги дом? Да, конечно. В принципе, я даже, наверное, рекомендовал многим, кто хочет облегчить себе функционирование с точки зрения оплаты жительственных услуг, это подача показаний приборов учета и многое другое. Здесь даже будут те моменты, которые позволяют буквально даже общаться между собой с жителями, обсуждать какие-то общие вопросы, не выходить, вот, грубо говоря, конечно, прошлый век в общие собрания, вышли все во двор, какой-то балаган, затратили колоссальное количество времени на это, и, собственно говоря, не приняли никакого решения. Здесь можно конструктивно, не выходя из дома, не отрываясь от каких-либо своих дел, прообсудить какой-то вопрос, принять конкретное решение. Оставить вопрос на голосование, проголосовать здесь же, ну, соответственно, протокол, такой же документ, который можно сразу же направить в нужное ведомство. Конечно. И это все прозрачно, и никак это не подделаешь. Да. Ну, а здесь, может быть, противники скажут, ну, как же личное общение, как же коммуникация? Ну, я думаю, никто никого не ограничивает в личной коммуникации. Также можно выйти и по другим поводам, встретиться, обсудить в какое-то время, в которое никто не будет ограничен, и никто не будет связан узкими требованиями набрания кворума. Да. Здесь собирайтесь, пообщайтесь, лучше какой-нибудь праздник совместный организуйте. Вот на праздниках, кстати, пообщаться будет. Конечно. Ну, что-то позитивные моменты, чтобы, грубо говоря, как конструктив, пускай будет конструктивным. Следующий вопрос. Работа ресурсных центров. Скажите, ведь это тоже ежедневная работа их и ежедневные консультации жителей. Важность этой работы мы отметим, Дмитрий Анатольевич? Вообще работа ресурсных центров, она заключается и строилась на том, что на них приходят непосредственно граждане с конкретными личными вопросами. И почему так именно консультационный характер носят. То есть это в процессе, по результатам семинаров, по результатам работы в системе, по результатам чтения каких-то законодательных нормативных актов. То есть граждане задаются вопросами, по результатам даже каких-то обращений в органы администрации, в органы надзора. Приходят непосредственно с вопросом, с предложением каких-то даже документов. Это все рассматривается, это показывается, подсказывается, куда может быть стоит еще обратиться. Либо как этот вопрос надо дорешать, почему он не дорешен, или почему не решен этот вопрос. Какую помощь мы можем оказать. То есть это именно консультационный характер. Здесь уже не присутствует такого обучения, а именно конкретная помощь. То есть пришли, обратились у нас вот так вот так, что нам сделать. И вот здесь мы уже говорим, куда надо, что. Иногда были масса случаев, особенно, повторюсь, в начале, это регистрация в личном кабинете ГИС ЖКХ. То есть это прям, если помнить не изменяет, в Кировском районе затянулся там работа центра далеко за после 19 часов. То есть люди идут и идут и идут. И никто не останавливался. То есть вот 6 часов, рабочий день закончился. То есть продолжалось, можно сказать, до последнего человека. А вот вы знаете, может быть, это совпадение, может быть, нет. Но я совсем недавно сама лично побывала в ресурсном центре как раз Кировского района. И посмотрела, как работают там специалисты. Давайте посмотрим теперь вместе. В ресурсном центре Кировского района на улице Каховской, 21, прошла консультация для жителей микрорайона. Здесь объяснили, как взаимодействовать с управляющими компаниями и ресурсными организациями и улучшить жилищные условия. Как рассказала управляющая 15 микрорайоном Елена Петросян, на встречах с самарцем объясняют важность регистрации на современных информационных ресурсах. Это нужно для того, чтобы упростить управление многоквартирным домом и решать проблемы и вопросы через ГИС ЖКХ. За полтора года посетили наши центры, все председатели МКД, председатели ТСЖ, особенно востребованного председателя ТСЖ, так как они очень заинтересованы в этой программе. Им нравится, как проходят собрания в электронном виде. Для них это, конечно, большая поддержка. Наталья Сергеева, председатель ТСЖ «Бастион» по улице Советской, 75, пришла в ресурсный центр и попросила помощи у специалистов. Женщина не смогла разобраться, как правильно составить протоколы в собрании жителей МКД. Мне дали разъяснение. Я уже давно, в принципе, прихожу, когда мне что-то неясно по дому. Мне очень нравится общаться с людьми, которые здесь. Они все четко, ясно объясняют. В рамках проекта «Мой дом» в Кировском районе открыто два ресурсных центра поддержки актива МКД. Как сообщает администрация Самары, на региональном портале нацпроектов прием ведется по записи. На каждого посетителя выделяется 10-15 минут. Дважды в неделю представители районной администрации проводят обучение по использованию программы ГИС ЖКХ. Эта система позволяет в электронном виде отслеживать свои задолженности, текущие платежи по коммунальным услугам, видеть всю информацию по своей квартире, по всему дому, в котором проживаешь. И является очень удобным сервисом современным для управления своим жильем. Напомним, проект «Мой дом» был запущен в 2021 году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Зарова. Он направлен на правовую помощь, просвещение, содействие активным собственникам обучения грамотному управлению и содержанию дома, выстраиванию отношений с управляющими компаниями разными ведомствами. Такие консультации очень востребованы, особенно среди пенсионеров, которым для решения какого-либо вопроса не приходится ехать в офис МФЦ, а достаточно дойти до ближайшего ресурсного центра. Ну что же, обратная связь от жителей. Как вы считаете, Сергей Александрович, как вот именно эти знания помогают в управлении многоквартирным домом? — Знания, которые получают жители, участвуя в программе «Мой дом», связаны с тем, что обслуживание дома, своего дома конкретного, можно предусмотреть ряд мероприятий по текущему ремонту. Грубо говоря, по оплате, по тарифам, любое мероприятие, которое спланировано жителями, знание законодательства в данном конкретном случае позволяет им достигнуть той цели, которую они хотели достигнуть. То есть, грубо говоря, если, допанальный пример можно привести, если никогда не договорятся, житель, допустим, девятого этажа, житель первого этажа, какую работу по текущему ремонту им произвести. В данном случае как раз таки и зарождаются многочисленные жалобы в рассесторонние инстанции, когда вот меня не слышат управляющая компания, я вот хочу, чтобы мне сделали подвал. В это же время пишет другой житель, скажет, я вот, меня тоже никто не слышит, меня к крышу, а чем, чтобы пойдем, мне подчинили крышу. В данном случае управляющая компания занимает третью сторону, говорит, послушайте, подвал мы немножко поубрали, он нормальный в состоянии, крышу тоже немножко можно подлатать, ее не надо туда с деньги, давайте поменяем коммуникации в доме. В данном случае именно когда житель понимает, что именно большинством голосов можно определить вид работ, выбрать, учитывая мнение каждого, то самое необходимое, которое необходимо выполнить именно в данное конкретное время, достигнет большего результата. Потому что можно затратить, допустим, средства текущего ремонта на ремонт крыши, но зимой, когда пойдут аварии по отоплению, или если даже они не пойдут, то будет плохая пропускная способность труб, приведет к надлежащему подачу услуги по отоплению. Конечно, будет страдать весь дом, а не только жители. И весь дом будет, безусловно, страдать, да, действительно. Поэтому лучше определять конкретную наиболее болевую точку и ее здесь устранять. Ответная реакция от жителей как раз-таки и судит того, что это грамотность их поведения в данном случае. Снижение количества обращений. Понимание жителей, куда, по какому вопросу определиться в нужный момент. Благодарю вас, что вы пришли, откликнулись поговорить на эти очень важные темы. Спасибо за ваши компетентные ответы. Это была программа «Совет моего дома». Ну, а я надеюсь, что ответы, которые озвучили мои эксперты, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома» и направляйте туда свои вопросы, отвечать на них будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!